А перед оглашением потерь я хочу напомнить, что сегодня идет 787 день ожесточенной войны, которую Россия варварски развязала и ведет против независимого государства Украина. К сожалению, сегодня будут только плохие новости. Накануне зафиксировано попадание и прилет в воинскую часть номер 810 морской пехоты в Севастополе. Также там же с помощью ракет «Скальп» был поражен очередной командный пункт управления войск Российской Федерации, где находилось достаточно большое количество российских высокопоставленных офицеров. То же самое происходило накануне на так называемом сотом заводе в Луганске, куда прилетели наши знаменитые ракеты. На этом заводе находился штаб Российской военной электронной разведки. После прилета было ликвидировано несколько очень высокопоставленных и профессиональных офицеров, включая командира 59-й гвардейской бригады связи. Это полковник Кропотов. Он и его друзья прямиком отправились на концерт к Обзону. Земля им всем стекловатой. А вчера в сети появилось красивейшее видео падения бомбардировщика ВКС РФ, который впервые был сбит нашими легендарными ракетчиками совместно с главным управлением разведки Украины. Это произошло на расстоянии 308 километров от границы с Украиной. Это тот бомбардировщик Ту-22М3, которым оккупанты постоянно кошмарили Украину. И как раз удар по этому бомбардировщику произошел после того, как он запустил ракеты Х-22 на Днепр. Командир данного самолета не вышел. Еще два военных преступника с этого бомбардировщика успели катапультироваться. Кстати, есть информация, что данные самолеты Ту-22, а также другие, например, Ту-160, воспроизвести в России уже не удастся. Нет ума. Российские вооруженные силы идут на дно. Ура! А за последние сутки еще 750 российских освободителей больше никогда не вернутся в Россию живыми и здоровыми. А всего же 24 февраля 2022 года с начала войны на территорию Украины было ликвидировано 458 580 российских захватчиков. Пачка!